Краевым новостям. Тема медицины в крае является самой важной обновленного правительства Прикамья. Еще в прошлом году губернатор Максим Решетников поставил задачи расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных территориях Прикамья. Программа получила свое развитие и в этом году. В данный момент на территории нашего края расположено 623 фельдшерско-акушерских пункта. В ближайшие два года в Прикамье создадут еще 61 ФАП. 48 из них появятся за счет реконструкции ветких строений. 13 пунктов и два отделения будут вновь построены. Все это благодаря сотрудничеству администрации края с муниципалитетами. Возводиться ФАПы будут в условиях софинансирования. Мы должны ставить перед собой задачу, но с одной стороны привести в порядок имущественные комплексы там, где они в плохом состоянии. Это касается в первую очередь ФАПов. Ну и при всем при этом довести, вернее привести те помещения, которые есть, в соответствии с тем потребностям, что есть. Таким образом, в фельдшерско-акушерские пункты появятся даже в малонаселенных пунктах Прикамья. Кроме того, огромной помощью медикам станет возможность проводить консультационные приемы с более крупными медцентрами через сеть интернет, что в свою очередь ускорит оказание помощи пациентам на селе. Все 600 фельдшерско-акушерских пунктов Прикамья подключат к сети интернет до 2020 года, оптимизируя существующие коммуникации. Наряду со строительством фельдшерско-акушерских пунктов в крае реализуется проект «Новая поликлиника». В Кунгурии уже заметны изменения в лучшую сторону. Запись к врачу онлайн и через телефонный звонок постепенно растет. Проект «Новая поликлиника» направлен на решение накопившихся вопросов первичного звена медицинских учреждений через грамотное администрирование, эффективное использование имеющихся внутренних ресурсов, улучшение внутренней логистики и разведение потоков пациентов. Плюс разработан проект на эту поликлинику. Он будет реализован у нас в 2018 году, связанный с изменением зоны приема за спиной, с ремонтами дополнительными, с преобразованием здесь пространства. Но это уже этап следующего года, следующий этап, который потихоньку будет накладывать. Значимость подобных изменений в работе медицинских учреждений Прикамья неоднократно подчеркивал губернатор Пермского края. А это значит, что модернизация сферы здравоохранения будет продолжаться. Таким образом, система здравоохранения Прикамья перейдет на новый и более качественный уровень.